МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Татьяна Заозерная. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Министерство труда России предлагает разрешить использовать материнский капитал для открытия собственного дела. Роспотребнадзор грозит ограничить посещение непривитых детей от гриппов в дошкольные общеобразовательные учреждения. И в поселке Ханеме откроется новый спорткомплекс. Этот подарок жителям сделала компания «Газпромнефть». Правительство должно обеспечить условия для стопроцентного сбора платежей за газ внутри страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева. На селекторном совещании по долгам за поставки газа он напомнил, что основными неплательщиками являются коммунальные организации, население и электроэнергетические компании. Долги рядовых россиян на октябрь 2013 года достигли более чем 45 миллиардов рублей. Общая сумма задолженности за голубое топливо составляет почти 100 миллиардов. Мы должны обеспечить условия для стопроцентного сбора платежей. Все должны осознать, что все прощения за долги или газового коммунизма в будущем не будет. Придется обсудить такую меру, как ограничение газоснабжения и добросовестных поставщиков энергии. Премьер-министр добавил, что своевременные и в полном объеме оплачивающие коммунальные услуги граждане от этого ограничения пострадать не должны. Сельские учителя получат деньги на оплату жилищно-коммунальных услуг. Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о предоставлении частичной компенсации расходов на оплату жилья, отопления и освещения педагогам, проживающим в сельских населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. Согласно документу, данная категория учителей будет ежемесячно получать компенсацию в размере 1200 рублей. Материнский капитал с 2017 года можно будет направить на открытие своего дела. Такую идею предложило Министерство труда России, сообщает РБК Дейли. Напомню, сейчас маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, а также на накопительную пенсию матери. Предполагается, что к этим пунктам добавится и открытие собственного дела. Однако против этого предложения выступают представители Минэкономразвития, которые считают его слишком рискованным. В министерстве отмечают, что россияне не смогут адекватно распорядиться деньгами в силу нехватки предпринимательского опыта. Развитие молодежного парламентаризма обсуждают законодатели Тюменской матрешки. Встреча проходит в Ханты-Мансийске. Ямальский опыт представит вице-спикер окружного парламента Сергей Ямкин. Накануне поездки он отметил, что главная цель – создать условия, при которых любая молодежная парламентская структура в субъекте будет представлять интересы не отдельных молодых людей, а молодежи всего региона. И на Ямале, по его мнению, как раз найдена оптимальная форма. Кроме того, на Совете парламентарии намерены обсудить мероприятия, посвященные 20-летию Конституции Российской Федерации, 70-летию со дня образования Тюменской области и ряд других вопросов. В российской системе здравоохранения сегодня происходит смещение приоритетов от медицины лечебной к медицине профилактической. Болезнь легче предупредить, чем лечить, считают медики. Роль медицинской профилактики в нашем городе обсудили участники пресс-конференции. Подробности у Эрнеста Бавшина. Медицинской профилактике в европейских странах уже давно уделяют большое внимание. Там подсчитали, что болезнь дешевле предупредить, чем ее лечить. Во времена Союза в нашей стране также существовали отделения профилактики, но с перестройкой про это направление в медицине забыли. У нас создан кабинет медицинской профилактики в 2011 году. Но в связи с тем, что у нас расширяется эта сфера деятельности, создано в августе уже отделение медицинской профилактики, которое будет заниматься организацией и среди медиков, и среди населения, пропаганды здорового образа жизни. То есть основная направленность должна быть все-таки на пропаганду здорового образа жизни и воспитание в людях моды на здоровый образ жизни. На Ямале в этом году в Надыме создали целый профилактический центр. Его специалисты изучают те факторы риска, которые приводят к тяжелым заболеваниям. По данным статистики, 75% всех смертей в стране приходится на долю сердечно-сосудистых и онкологических болезней. Естественно, у нас беспокоит больше всего на данный момент образ жизни наших граждан, беспокоит их отсутствие компетенции вести здоровый образ жизни. Все дело в том, что в формуле общественного здоровья 55% отводится именно на образ жизни индивидуума. Наибольший вклад в здоровье и, скажем так, в те последствия, которые возникают, имеют именно образ жизни. 20% примерно генетика, 20% еще экология и 7-10% это такая вот скромная доля здравоохранения. Но чтобы заниматься и профилактикой, и лечить, необходимо современное оборудование и высококлассные медицинские специалисты. По словам главного врача Олега Казакова, в нашей больнице с медтехникой проблем нет, а вот кадровый голод постоянно дает о себе знать. И хоть в этом году в город приехали 11 специалистов, но 22 вакансии до сих пор свободны. По среднему медперсоналу, в принципе, мы более-менее пока укомплектованы. Единственная у нас проблема – это детские дошкольные учреждения. Там, конечно, фельдшеров медсестер не хватает. То есть, так вот, до утрируя, если сейчас у нас будет 22 свободные квартиры, то люди приедут, да? Ну, приедут. На ту зарплату, которая данная в данном случае существует? Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. Сегодня в округе госавтоинспекторы провели профилактическую операцию автокресла детям. Во всех городах и районах округа сотрудники ДПС с раннего утра у детских садов проверяли машины. Цель – выявить нарушения при перевозке несовершеннолетних. Так, в Муравленко только за один час у детских садов Снежинка и Буратино остановили 10 нарушителей. Добавлю штраф за отсутствие детского кресла или удерживающего устройства, составляет 3000 рублей. Большинство это все-таки Муравленко соблюдает или нет? Да, потому что, если взять статистику, за 8 месяцев у нас выявлено 271 нарушение правил перевозки детей, то за сентябрь месяце уже было только 11 таких нарушений. Все-таки приобретают родители, приобретают автокресла для своих детей. В ближайшем к Муравленко муниципалитете поселке Ханемей в скором времени откроется новый многофункциональный спортивный зал «Зенит», а также открытая многофункциональная спортивная площадка. Такой подарок жителям поселка сделала компания «Газпромнефть». Евгений Дегтяренко убедился, что в Ханемее появились новые возможности для развития спорта. Современный спорткомплекс «Зенит» начали строить в апреле прошлого года. Сейчас здание уже полностью готово к эксплуатации. В любой момент можно начать тренировки. Но ханемейским любителям спорта придется немного подождать, пока не будут улажены необходимые формальности. Строительные работы завершены. Идет подготовка уже документации к эксплуатации этого здания, то есть передача его в поселку Ханемей. Это здание построено в рамках программы инвестиционного «Родные города». То есть в городах присутствия для улучшения качества жизни. Детский спорт – одно из приоритетных направлений масштабной программы социальных инвестиций «Газпромнефти». Реализуют ее во всех регионах, где присутствует компания. Поселок Ханемей с ней тесно связан. Многие жители являются сотрудниками «Газпромнефть» Муравленко. Завершение строительства «Зенита» здесь ждали с нетерпением. На площади около двух квадратных километров есть открытая спортивная площадка с современным синтетическим покрытием, а также просторный спортзал, к слову, брат-близнец Муравленковского «Зенита». Их возможности позволяют заниматься многими видами спорта. Само же здание возвели по каркасно-тентовой технологии, хорошо зарекомендовавшей себя в других городах. Строители уверяют – северные морозы не страшны. Все металлические конструкции покрыты термокраской. И промерзания по металлу не будет, потому что каркас металлический. И промерзания обычно бывают где металлические части. Но они покрыты термокраской, поэтому наледи не будет внутри. Прекрасно обустроенная территория вокруг спорткомплекса. Здесь удобные дорожки и скамейки для отдыха. В новом спорткомплексе будут заниматься воспитанники Ханемейской детско-юношеской спортивной школы «Хельмик», что в переводе с ненецкого означает «соболь». Это небольшой, но очень ловкий и смелый зверь. Что ж, для юных ханемейских соболят создали замечательные условия для роста спортивных достижений. Евгений Дегтяренко, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. Завершает выпуск рубрика «Город живет» и прогноз погоды на завтра. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Зима наполняет мир красотой, но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир на зимней дороге. 31 октября в Салихарде минус 12, ветер северо-восточный до 7 метров в секунду. В Ноябрьске 6 градусов мороза, северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Муравленко 31 октября минус 9, ветер северо-восточный до 6 метров в секунду.